Добрый вечер, в эфире Вести Крачева Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Почти 900 дней и ночей они были блокированы и погибали от голода и холода. Сегодня особенная дата в истории нашей страны – день снятия блокады Ленинграда. Кому какая вакцина нужна? Врач-инфекционист рассказала о перечне медицинских противопоказаний проведению профилактических прививок против COVID-19. Оглашен приговор по громкому делу убийству детей в Хабецком районе. Жителю Беслинея назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Первая умная площадка скоро появится в Карачао-Черкесии. Где она будет располагаться и что в ней предусмотрено в репортаже Вестей. Сегодня 78-я годовщина освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Невозможно без слез и содрогания вспоминать о событиях, которые стали победной, героической и трагической страницей истории советского народа. Ленинград – единственный в мировой истории город с многомиллионным населением, который смог выдержать почти 900 дней окружения. Жители пережили все – холод и голод, бомбежки, отчаяния и мужественно отстояли северную столицу. 32 спасенных в Карачао-Черкесии ребенка были воспитанниками одного из детских домов блокадного Ленинграда. В 1942 году их украли, укрыли в своих семьях жители Ола-Веслиней. И дети выжили благодаря заботливым рукам новых матерей. История о ленинградских черкесах до сих пор передается из поколения в поколение. В преддверии столь исторической даты отметила свой день рождения жительница блокадного Ленинграда Инесса Васильевна Найманова. Юной девушкой она попала в Черкесск, вышла замуж и осталась здесь жить. Инесса Найманова полюбила Карачао-Черкесию, но о родном Ленинграде никогда не забывает. Историю своей благодатной блокадной семьи хранит в фотоальбоме. Когда немцы взяли город в кольцо, она была тогда еще маленьким ребенком. О тех страшных событиях девочки Инессе рассказывали родные. И сейчас Инесса Васильевна в свои 80 лет все помнит. И главное, не забывает она и о маленьком кусочке черного хлеба, который спас многих ленинградцев от гибели. Люди помогали друг другу во время блокады. Очень. И все так говорят, что помогали, так и выживали. А мама рассказывала, что 125 граммов кусочек хлеба на целый день. Говорит, хочется сразу съесть, но нет, лижем, лижем, лижем. Нету хлеба, а голод остался. Самое тяжелое, говорит, блокаду, было голод и холод. Как сообщили в оперативном штабе, сегодня в Республике выявлено 110 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в Республике составило 34 118 человек. Из них 30 734 выздоровели, 320 человек госпитализированы. Министерством здравоохранения Российской Федерации издан приказ об утверждении перечня медицинских противопоказаний, проведению профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции. Какие новые противопоказания вступили в силу, расскажет врач-инфекционист городской поликлиники Черкеска. Подробнее в репортаже Корчебиджиева. Новый штамм омикрон дошел до нашей Республики. Он характеризуется тем, что у него короткий инкубационный период. Кратковременный контакт может привести к мгновенному заражению. Врачи предупреждают, что все симптомы характерны для простуды и ОРВИ. Боли и першения в горле, заложенность носа, насморк, повышенная температура, слабость, мышечные боли. А это означает, что без подтверждения лаборатории поставить диагноз коронавирусная инфекция невозможно, говорит врач-инфекционист городской поликлиники Черкеска Юлия Ионова. Поэтому вопрос вакцинации остается приоритетным. Многие пациенты до сих пор беспокоятся о противопоказаниях вакцинации. И эти противопоказания не поменялись. То есть это наличие непереносимости одного из компонентов, которые входят в состав вакцины, наличие в анамнезе тяжелой аллергической реакции любого характера, в смысле не только от вакцинации. Если у человека было на медикаменты, именно тяжелая аллергическая реакция, такие как анафилактический шок и отек к венке. Сыпь, зуд, как бы это не является тяжелыми реакциями. Наличие у человека в анамнезе тяжелой аллергической реакции на введение вакцины любой, в том числе и местного характера. Сопровождение повышенной температуры более 40 градусов, все острые заболевания, инфекционные и неинфекционные. Обострение хронических заболеваний для определенных вакцин есть свое противопоказание. Более расширенные это онкологические заболевания, которые человек получает какую-то терапию, химиотерапию. Нельзя делать таким пациентам эпивак и ковивак. Именно вот эти вакцины могут провоцировать рост как бы этих заболеваний. Поэтому если у человека активное онкологическое заболевание, неважно какой локализации, именно эти вакцины не рекомендуются. Это не касается спутника, спутника лайт, только эпивака и ковивака. Нельзя эти же вакцины беременным и кормящим, именно эпивак и ковивак и спутник лайт. То есть беременным разрешен только спутник Ви. Только на эту вакцину дали разрешение. Все вакцины отличаются по составу и механизму действия. Врач-инфекционист отметила, что это не должно останавливать людей. Есть специалисты, которые могут проконсультировать пациентов перед проведением вакцинации. Даже после того, как человек переболел, по окончанию шести месяцев он может сделать вакцинацию для того, чтобы обезопасить себя и своих близких. Харча Биджиев, Али Бастанов. Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии ночью и утром местами снег, ветер западный 5-10 метров в секунду. А в горах будут порывы до 11-14. Температура ночи минус 6-11. В горах до 18 градусов мороза, а днем минус 3-2. И местами до минус 10 на дорогах гололедица. В Черкесии ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночи минус 8-10, днем 2 градуса выше нуля. Ночью и утром на дорогах гололедица. Не пропустите в Минеральных водах сельскохозяйственная выставка «Агрокавказ». Огромный выбор техники, СЗР, семян и удобрений, продукции для животноводов. 300 участников и экспертов агрорынка. Со 2 по 4 февраля в выставочном комплексе Минводы Экспо. Продолжаем выпуск. Житель Ола Беслиней признан виновным в совершении особо тяжких преступлений. Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Карачао-Черкесии, доказательства признаны судом и присяжными заседателями, достаточными для постановления приговора в его отношении. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 131 и 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следствием и судом установлено, что 16 июня 2020 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на берегу реки Большой Зеленчук возле аула Беслини Яхабетского района Карачаева Черкесской Республики, совершил изнасилование 11-летней девочки. В момент совершения преступления злоумышленник был застегнут младшим братом потерпевшей. В целях установления истины по уголовному делу следователям по генетике отработано более тысячи человек. В основном жители аула Беслини и хутора Зеленчук-Мостовой от Радинского района Краснодарского края. Проведены более 15 очных ставок. Назначены и проведены более 11 сложных генетических, судебно-медицинских, криминалистических экспертиз. Допрошены в качестве свидетелей более 60 лиц, изобличающих мужчину в совершении указанных преступлений. В доказывании вины злоумышленника приняли участие сотрудники Главного управления криминалистики Следственного комитета России, при помощи которых был проведен эксперимент с применением датчика оценки радиоэлектронной обстановки. Специалистам определялись служебные параметры действующих базовых станций операторов мобильной связи, что помогло следователю установить конкретные места, где находился подсудимый при совершении преступлений. Приговором суда обвиняемого было назначено наказанием в виде пожизненного лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил. В МВД Республики подвели итоги деятельности за 2021 год. Было отмечено, что в 2021 году зарегистрировано 4 345 преступлений. Снизилось общее число тяжких и особо тяжких преступлений против личности. Остается высоким процент раскрываемости по преступлениям, посягающим на жизнь, здоровье и имущественные интересы граждан. Дорожно-транспортные происшествия в Республике стало меньше на 21%. Снизилось количество преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Проведена статистическая оценка деятельности территориальных органов МВД России на районном уровне за 2021 год. Первое место занимает Малокарачаевский район, второе – Адыгихабльский, третье место – Хабеский. Министр внутренних дел по Карачаево-Черкесии Олег Мальцев поздравил и вручил государственные награды полицейским указом президента России. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, медалью за отвагу награжден сотрудник отдела МВД по Малокарачаевскому району Адыгхам Борисович Тахчуков. За заслуги в поддержании законности и правопорядка высокие личные показатели в служебной деятельности награждены медалью за отличие в охране общественного порядка. Это сотрудники экспертно-криминалистического центра МВД по Карачаево-Черкесии Аскер Абдуразаков, Сергей Косенко, Игорь Лещенко, Артем Шимкин, а также инспектор УГИБДД Олег Камов. Напомню, 11 декабря 2020 года на одной из улиц села Учкикен произошел подрыв двух самодельных взрывных устройств. Благодаря профессиональным действиям и выдержке Адыгхама Тахчукова сотрудникам правоохранительных органов удалось укрыться от взрыва. Шесть человек, в том числе сам Тахчуков и вышеуказанные сотрудники, получили легкие ранения. В микроорганизме Московский города Усть-Жигута в этом году появится первая в Карачаево-Черкесии долгожданная умная спортивная площадка, оснащенная камерами, системой учета посетителей. Альбина Курачинова-Кенжева узнавала подробности. Микрорайон Московский издавна славится своими спортсменами. Многие мальчишки-футболисты, которые в прошлом тренировались на обычных полях, стали профессионалами и даже мировыми звездами. Сейчас молодое поколение с нетерпением ждет модернизированное спортивное поле, на котором можно будет тренировать навыки, повышать опыт, проводить яркие соревнования. Это большая возможность для детей развиваться, заниматься спортом. Молодежи появится возможность заниматься спортом. Нужна она тут. Ну что пожелаете молодому поколению? Заниматься спортом. Не вмешиваться в плохие дела. Занимались, проходили, играли. Занимался паровой, теперь буду еще заниматься футболом. Ради этой площадки. Площадка будет включать мини-футбольное поле, беговые дорожки с полиуретановым покрытием, универсальный игровой комплекс, предназначенный для игры в волейбол и баскетбол. Площадку с уличными тренажерами и трибуны для зрителей. Проект предполагает, что объект будет оснащен штрих-кодами, что позволит посмотреть правильность выполнения упражнений, даже выстроить индивидуальную тренировку. Мини-стадион, чтобы было понимание, там присутствует легкоатлетическое ядро, есть футбольное поле размерами 60 на 30, будут установлены антивандальные тренажеры, также будут установлены тренажеры-воркаут. В комплекте оборудования предусмотрено и наличие баскетбольной и волейбольной площадок. Таким образом, здесь, скажем так, любой желающий может найти свое на этом стадионе. Мы планируем, что данный объект у нас будет завершен примерно к осени, в зависимости от темпов работ, в зависимости от каких-то погодных условий, естественно. Ахмед Хагапсов говорит, что было проведено выездное совещание совместно с Единой Россией, руководством и жителями города, где были учтены все пожелания и замечания населения. Строительство данного спортивного объекта пройдет в рамках реализации федерального проекта «Бизнес-спринт» – государственной программы развития физической культуры и спорта. Совсем скоро на этом месте появится умная площадка, и сотни мальчишек и девчонок станут на шаг ближе к своей мечте – мечте стать чемпионом в различных видах спорта. Альбина Курочинова, Кенджева, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Московский. Четвертое место занял напиток из Карачаево-Черкесии «Айран» в рейтинге национальных напитков России. Российский сайт бронирования жилья для отдыха «Твилл.ру» опросил пользователей социальных сетей и выявил, какие напитки региона России могут стать национальной идентичностью страны. Стало известно, что большинство россиян проголосовало за знаменитый «Иван-чай». Также в топ-10 вошли напиток «Пьянящая поза» из Мордовии, «Башкирский кумыс», «Нарзан» из Ставрополя, «Свекольный квас» Краснодарского края, «Айран» из Карачаево-Черкесии, «Байпах» из Якутии, «Пшеничная буза» из Крыма и «Чегень» из Алтая. Ну а также соленый чай с маслом из Бурятии. Это все вести. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Склифосовский». Субтитры подогнал «Симон»